Мы поступили в университет Наяновой и были как в мастерская при драмтеатре. У меня с детства история тянулась. Я мечтал стать артистом, поэтому занимался в кружках и все, и грезил, и мечтал. Ну, в тайне, конечно, не в тайне. Я не надеялся, что я артистом не буду, я верил в это свято. Но если что, у меня был всегда запасной вариант, я буду историком. Всегда для меня театр, и историю я очень любил, и поэтому думал, ну если вдруг так случится, пойду буду учителем истории. Везде есть что-то такое, о чем для каждого артиста важно, что в каждой роли, если у тебя есть что сказать, вот это самое важное. Ну, исторически, да, нет, у меня есть вот мечта. Я бы, наверное, хотел, чтобы возник, был такой спектакль, вот, времен царской России, вот, последней, вот, романовской. Эта тема мне очень интересна, я, как бы, куча литературы поролопатил, просмотрел кучу документальных кино, вот, что-нибудь такого, может быть, какой-нибудь там, Булгаковский бег или вот, ну, что-то такое хотелось бы, вот, сыграть о царской России. Иногда это нужно, чтобы понять эпоху, как бы, понять время, какие-то, ну, какие-то исторические факты, которые, как бы, ну, необходимо, например, если о чем-то историческом говорится словами твоего героя, то, конечно, ну, как бы, чтобы ты понимал, о чем ты говоришь, что такое-то 30-летнее. Вот у меня есть персонаж в спектакле «Странная миссис Сэвидж», он перечисляет войны, и, как бы, 30-летние, 7-летние войны, и, ну, как бы, вот ты заходишь в интернет, если, ну, как бы, нужно тебе, читаешь, смотришь, что это, что это, понимаешь, о чем, к чему. Для зрителя-то это, может быть, и не будет никакого иметь значения, просто зритель будет видно, что о чем говорит артист. Просто даже понимать, можно же, можно же петь, и, как бы, тебя не тронет, можно петь и думать о чем-то в это время, и тогда у вас есть отклик, сидя в зале, у вас будут какие-то эмоции. Но всегда это очень сильное волнение, всегда, как бы, особенно, когда ты только выпускаешь спектакль, это премьера, ты волнуешься за себя, за коллег, получится, не получится, как тебя примет зритель, не примет. Ну, как бы, все равно этот момент такого, что уже все бы получилось, все бы получилось, все бы получилось. Ну, как бы, это всегда, всегда, и даже если ты играешь уже сотый, там, спектакль, был бы он простой, сложный, и неважно. Все равно есть момент волнения, этого переживания, получится, не получится, а вот, вот это вот, внутренний такой тремор пронести, как бы, это всегда важно для артиста, чтобы этот тремор такой внутренний всегда остался. Субтитры создавал DimaTorzok